Здравствуйте, глубоко уважаемые любители планированного спорта. Пошли, пошли, сейчас больше потеряем. Нет, здесь сейчас не будет. Облако, которое тянуло, сформировалось, и оно больше не работает. Вот здесь, поверь просто. А дальше по этой цепочке вполне, вполне можем и набрать. Да, вот. Идем по этой дорожке. Ну что, здравствуйте, глубоко уважаемые любители планированного спорта. Очень многие думают, что они умеют летать, а умеют летать только лошади. Кони-огни, кони-огни умеют летать. Посмотрите. Сегодня у нас день с черным мистралем. В чем, собственно, нюанс черного мистраля. Видите, как вся долина справа затянута облаками. Обычно они переваливают через Гренобильский перевал. И дальше позволяют нам летать в солнце. Облака оттают, и у нас солнце, 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 солнце. Все прекрасно. А сегодня очень-очень много воды. Все затянуто, внизу идет дождь. Куча осадков там. Крыло показывает, там постоянно мы ливни наблюдаем. И поэтому этот мистраль называется черный мистраль. Страшный такой. А-а-а. Но мы не хотим сидеть под дождем. Поэтому мы, как лошади, летаем над облаками. Выбрались в волну. И, в общем, вот так вот прекрасно проводим время. Смотрите, как красиво. Прямо вот просто сказкой. Главное, что солнышко есть. Вот мы сейчас замерзли немножко. Потому что под плитой облачной летаем. Вот. И летим немножечко на солнышко погреться. Сейчас мы вместе с вами долетим до солнышка. И в солнечном очке лечим. Снял очень ярко. О, полегче сейчас. А вот видите. Вот так. Магия. Как говорят мои ученики, волков, все твои рассказы про волны, это все фигня. Это все очень просто. Магия. Просто магия. Вот. Это у нас с левой стороны облачная гряда как раз. И вдоль этой облачки гряды какой-то у нас надо было что-нибудь музыкальное. Как приличный. О, во. Во. Красная шапочка. Чем ни дорога, ни долго-долго, ни по дорожке. Позже, как у нас дорожка. Вот таким курсом можно и до Африки долететь. Ну, наверное, наверное, наверное. Ну, возможно, можно, можно. Можно в Африку прийти. Ну, так вот и летаем вдоль облаков, используя энергию природы, не тратя топливо. Смотрите, какое волшебство. Прям просто вот праздник какой-то. Я попробую пинеки, капида, что-то снять, чтобы повыше было. Оп. Разгонись, Костя. Киллеров до 150 можем пройти. Вот там хороший подъем будет. Видишь, многоярусная конструкция. Там как раз и подзаберем. Вот так по облачным дорогам мы гуляем. Собственно, все очень просто. Ветер дует. Вот с этой стороны ущелья. Поэтому облака тают. Пеновый эффект. То есть вы не думаете, что там облака есть, а тут какого-то чуду нету. Допустим, качают ланером. Воздух опускается и за счет этого разогревается. И за счет этого облака, собственно, тают. А потом на нашей стороне опять они образуются. Поэтому вот здесь такой карман. Вот такой карман должен был быть над всей нашей системой. То есть такие облака должны были быть только на Гренобильском перевале, если бы мистраль был обычный. Но он очень мокрый, поэтому называется черный мистраль. Вот Костя летит вдоль облачной гряды. Нас везде поднимает. Высота небольшая, 2600. Но нам сегодня много и не надо. Вот видите там. Сейчас он меня купнет в облако. Ну-ка, купни-ка меня вот в эту штучку. Смотрите, как натренировал я ученика. Раз меня, и сейчас в облако даст структуру потрогать. Прям цепляй его нормально. Оп-так-так-так. Эй, хватит, 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 хватит. Красота какая. Вон оно сзади осталось облако это. Чувствую красота. Вот, и впереди тоже вон все. Весьма, весьма прекрасно. Стеночка облаков. Очень красивая. Поля облаков. Посмотрите, какие виды. Совершенно фантастические виды. Как поперло-то. Посмотри, Костя. Красота. Да, не страшны трепоги. Нам любые дороги. И дороги нам дороги. Посмотрите, какая красота. Вот такая дорога. Из облаков. Сейчас мы дальше додолированы так долетим. Пошли вдоль гряды. Там, правда, будет надо аккуратно. Потому что, видите, здесь такая дырочка есть. Все неудачные. Но, в принципе, эй, смех и радость мы приносим людям. Посмотрите, какой кайф. Мы, как уважаемые любители планерного спорта. Просто вот такие полеты в волне вдоль линии энергии, где мы впитываем энергию природы. Пользуемся ей, чтобы набрать высоту. Ну, вот, планер летит, только набирает. Набирает, ади вниз. О, 2900, сейчас будет 3 километра. Ных. Над облаками. Над облаками. Эхей. Полный кайф. Обожаю такие полеты. Ну, вот, дальше, к сожалению, если смотреть, лететь-то особо некуда против ветра. Там все затянуто облаками. Да и здесь у нас, сейчас мы посмотрим, насколько далеко мы еще сможем в Долину Рона пройтись. Вот мы прошли облачный перевал. И смотрим, что у нас там дальше. В Долине Рона все красиво. Но туда далеко страшно лететь, потому что потом, видите, вот перевальчик. Мы его в обратную сторону, если там где-нибудь просядем. Хрен проползем высоко. А по низам его ползти. Бррр. Там внизу не очень все хорошо. Поэтому мы здесь немножечко шпашалим. И отсюда домой. Развернемся, может, просто? Пошалим. Пошалим. Давай какую-нибудь облочку подрежем с тобой. Эхей. Посмотрите, какое место для того, чтобы шикарно пошалить можно было бы. Вот. Ну ладно. Счастья это мы вам показывать не будем. Ой-ой-ой. Уже показываем. Там у нас в Долинах вообще какие-то двойные блока, тройные сформировались. Сейчас попробуем здесь набрать побольше. Вот в этой системе. И мы еще 500 метров можем набирать разрешенного воздушного пространства. А потом пойдем. Подумаем еще. Может быть, на Пик-Диджур пойдем. Еще куда-нибудь пойдем. Но пока вот общий вид нашей прекрасной долины, по которой мы промчались. Сейчас мы по ней пойдем назад. Все. Всего доброго, глубоко уважаемые любители лагерного спорта. До новых встреч.